Эй! Let's go, мэн! Жун-жун-жун-жун! Блин! Друзья мои, всем привет! Сегодня начинаем тест-драйв нашего мотоцикла Скажем так, не зимний А летний тест-драйв И для начала мы, конечно же, возьмем и замерим На нем максималочку То есть вот у нас стоит с нашим GPS-метром Ссылочка на GPS-метр в описании Опять же, просто многие спрашивают Стоит он порядка 65 баксов Но штука хорошая То есть это вам не телефон Цеплять Я жду, когда сейчас раскрутится Вся система гироскопическая его И сейчас тестим его на 3s Поставил 3s 4200 мАч Но аккумулятор называется ЗОП То есть он так, знаете, качество среднего И цена, соответственно, у него очень низкая Но в любом случае это будет 3s Тормоз 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 Блин, слушайте, вообще носится Обалдеть Ай-яй-яй-яй-яй-яй, растерял ты GPS-трекер GPS-метр Слишком газанул я Ну ладно, давайте смотреть Я замерил максималочку 63 км в час Ну, я думал, будет под 70 Потому что Реально очень быстро ехал Но 63 это тоже хороший результат Блин, на мотобайке 63 Жарит, вообще супер На двух колесах, а? Ха-ха, джин Блин, ну слушайте, на дебахт На нем реально вообще проехать? Под фуру сейчас уеду Блин, ну не могу Утого Утого У recognizable И одному Утого 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 С песчаной дюймой это особо невозможно. Ну а сейчас я попробую на мотобайке проехать на мототреке. Я не знаю, что из этого выйдет, а я боюсь, что ему очень будет узко, плюс при поворотах будут мешать дуги. То есть вот чуть-чуть их убавить бы, но понимаете, я их уберу, он постоянно будет падать, как бы не вариант. Поэтому лучше с дугами, но может быть не так быстро проедут. Ну давайте пробовать. О, едет! Травы набрал. Сложно ехать, а трек кривой. Если я проеду целый круг с первого раза, это будет просто невероятно. Короче, унесло куда-то. О! Это нормально накопил. Кстати, у него уже цепь. Сейчас на цепь намотает, блин. Не переварит. А задний ход есть? Так, вклинило. Надо чистить. Ах ты, блин, забрызгал меня. Жесть. Я нажал резкий тормоз. О, видали? Я нажал резкий тормоз, а он начал кувыркаться, потерял голову. Короче, что-то как-то это. Что-то мототрек не для данного мототика. Ему нужно что? Плавную, ой, плавную, ровную поверхность. Чтоб не было супертрамплинов. Чтоб был только один трамплин. Вот голова. Может, шлем просто слетел? А, шлем просто слетел. Все правильно, видите, вон. Просто шлем слетел, да. Эй, let's go, мэн. Жун, 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 жун. Блин. А, я понял, вот так можно проехать целый трек. О, отлично. Система стабилизации на камеру. Даже вам будет что-то видно. Фух. Короче, вот так вот медленно можно ехать. На нем, знаете, нельзя делать очень резкие повороты. Иначе потом в обратку очень сложно выставить. То есть надо как-то плавно поворачивать. Вот, вот, вот. Сейчас близц надо пройти, главное. Самый коварный. Так, у нас серфингистка была без ноги, ой, без руки, потом вообще потеряла свой серф. А этот без шлемака гоняет. Садник без головы. Чух. Но я проехал. Я проехал. Кое-как, но проехал. Так, погнали голову искать. Голову, шлем. Воу. Воу. Ох ты, блин. Ничего себе липанул. Сейчас попробую еще раз. Он должен управляться в полете. Блин. Жестоко, но, как говорится, он не от КСП. Воу. Опять, опять, опять без головы. Вот так. Нормально. Ну, в общем, сегодняшний тест-драйв Мотика вывел только одно. Для трека, для узкого трека не очень подходит. Особенно, если на нем присутствуют бугры, кочки и прочее, то управлять Мотиком очень сложно. Вот. Значит, опять же, вот здесь на трамплинах, да, не хватает разворота, не хватает скорости. Иметь большой разворот, и чтобы набрать скорость, да, тогда он подходит. Но в таких условиях гонять на нем не очень. Поэтому он любит очень большую площадь, и, скажем так, довольно-таки ровную. Вот тогда мы можем полностью оторваться, мы можем погонять на дыбах, мы можем ощутить всю мощь. Но, как для трека, конечно же, он не особо подходит. Очень сложно на нем. Это не автомобиль. Управляется он совершенно по-другому. Реакция на руль здесь другая. Здесь, ну, посложнее, скажем так. Да, и если вы заметите, то Мотик управляется тоже немного нестандартно. То есть, если нам нужно повернуть влево, то колесо у него поворачивается вправо. То есть, вот в таком положении он идет в поворот влево. И вправо идет вот так вот. То есть, немного обратная ситуация получается у данного мотоцикла. То есть, у мотоцикла, да, в отличие от автомобилей. А там у нас вправо, значит вправо, влево, значит влево. Здесь немного по-другому. Но, как бы, это не влияет на управляемость. То есть, мы в любом случае жмем вправо, нам без разницы, как он там повернул колесо. Но это просто такая вот особенность здесь. Значит, что еще-то? Мощь есть. Прет, как вы видели, очень быстро. На дебаг без проблем, теряет голову даже. В общем, реально крутой. Крутой, но ему нужна своя местность. Все треки автомобильные ему не подходят. То есть, вы замучаетесь бегать за ним, друзья мои. Да, есть столько маршалов, понаставить везде. Но реально мотоцикл это круто, это отдельная тема. И это разнообразие. Если у вас полно автомобилей, вы хотите чего-то нового, пожалуйста, покупайте мотик, это совершенно другое. Ну, прочность, как вы видели, у него есть. Втыкался носом, я думал, сейчас что-то сломается. Но полностью как бы здоров, скажем так, да? Ну, подтверди. Да-да-да, здоров. Ну, вот видите. Ладно, всем спасибо, друзья мои. Все ссылочки в описании. До встречи. Пошел я дальше покатаю немного еще. Пока.